Кашевой рассказал, за какой счет живут актеры квартала 95 во время войны. Комик Евгений Кашевой рассказал, за какой счет живут во время войны актеры студии квартал 95. По его словам, никто из сотрудников не попал под сокращение, а компания продолжает платить артистам зарплату, даже несмотря на то, что полноценных концертов практически нет. Подробностями актер поделился в интервью КП в Украине. Квартал всех своих сотрудников поддерживает, мы никого не сократили во время войны. Выплаты производятся за счет доходов прошлых лет. Многое, что было накоплено, пошло туда, где оно нужно, к нашим военным. Не хвастаюсь, просто отвечаю на вопросы, признался Кашевой. Квартал 95 помогает ВСУ. Также Евгений рассказал, что артисты активно помогают ВСУ своими благотворительными концертами. Он сообщил, что машины на фронт актеры покупали за свой счет. С 2014 года мы даже не считали, сколько машин мы с Кварталом отправили военным, просто покупали и отправляли. Никто не думал, что их нужно считать и перед кем отчитываться. Мы же покупали их за свой счет. Только последнюю машину, которую мне недавно пригнали из Латвии, я купил, в том числе за донаты своих подписчиков. И, конечно, я об этом отчитываюсь. Кто донатил, сколько донатил, когда привезли тачку, когда ее переоформили, сказал Кашевой. Интересно, что дети Кашевого не уехали за границу, а учатся в Киеве. Они, как и все остальные, спускаются во время воздушной тревоги в бомбоубежище. Да, девочки ходят в школу в Киеве, учатся офлайн. В их школе есть бомбоубежище, они туда спускаются во время воздушных тревог. Очередной учитель собирает всех и ведет к бомбоубежищу. Причем там два бомбоубежища, одно – для младших школьников, другое – для старшеклассников. Серафима говорит, что в их школе просто. Идеальный подвал, и там их кормят легендарным борщом. Кстати, Серафима учится в одном классе с дочерью Юры Ткача, Лизой, резюмировал артист. Напомним, что ранее квартал 95 высмеял священников РПЦ в смешном виде. Кстати, дочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!